Плюсы и минусы Таревьехи. Давайте разберемся, чем хорош и плох этот город для жизни. Я живу здесь уже почти 4 года и расскажу вам свое мнение. В этом городе далеко не все идеально. У меня есть блог о Таревьехи, об Испании, и некоторые подписчики меня обвиняли в том, что я все вижу в розовых очках. На самом деле это далеко не так. Я часто пишу о минусах, просто стараюсь концентрироваться на чем-то хорошем, как в жизни, так и в своем отношении к каким-либо ситуациям. Итак, чем мне нравится город? Во-первых, это небольшой город, мне не нравятся мегаполисы, мне не нравится суета. Это небольшой город, где можно выйти, прогуляться перед сном, чтобы добраться до моря, не нужно пересаживаться на трех транспортах. Куда бы ты ни пошел, везде будет море, неважно в каком районе вы живете. Второй лично для меня плюс в том, что в Таревьехе проживает много русскоязычного населения. Это русская столица Испании. Когда вы приезжаете в Испанию и не знаете испанского языка, в вас возникнут некоторые трудности в адаптации к новой стране. Но если вы приехали в Таревьеху, вы найдете много русскоязычного населения, которые вам помогут, поделятся советом и не дадут наступить вам на их же грабли. Вы можете зарегистрироваться в группе в Facebook наше Таревье Хайко, где мы активно общаемся, встречаемся офлайн, помогаем друг другу онлайн и помогаем решать разные жизненные вопросы. Третьим плюсом я бы отметила ценовую политику в городе. Недвижимость очень доступна. Конечно, четыре года назад, когда мы приехали, она была еще доступнее. Студию можно было купить за 20 тысяч. Сейчас таких цен нет и в среднем студия уже 30 тысяч стоит. Цены активно растут. Но в любом случае, пока, по сравнению с другими городами, в Таревьехе цены на недвижимость, на продукты, на услуги довольно приличные. Четвертым плюсом я бы назвала перспективность города. Потому что город очень быстро развивается. Если четыре года назад, три с половиной, четыре, мы приехали, и в городе было больше всего пенсионного населения, мы когда гуляли по набережной, муж шудил, что здесь ходят живые мертвецы. Потому что действительно, ты выходишь на набережную, все очень-очень преклонного возраста. То теперь, когда ты гуляешь, ты видишь много молодых семей, молодежи. Конечно, городу есть еще куда расти и развиваться для того, чтобы привлекать молодежь, но разница очевидна. Также начала дорожать недвижимость. Те, кто вложились в деньги в недвижимость в Таревьехе четыре года назад, сейчас уже заработали приличные деньги на этом. Конечно, нужно правильно распределять все свои финансовые ресурсы и думать, что вы хотите получить от своих вложений. Вы хотите недвижимость сдавать для аренды, или вы хотите купить какую-то недвижимость по доступной цене и через несколько лет ее продать дороже. Здесь все зависит от ваших целей. Но в любом случае в Таревьехе можно найти варианты для того и другого. Да, здесь не заработаешь миллионы, в принципе, на этом. Это не недвижимость в Барселоне, где недвижимость очень дорогая, и сам чек, сама маржа будет большой. Но зато для того, чтобы сделать инвестиции в испанскую недвижимость, в Таревьехе вам не нужна большая сумма денег. Погода и климат. Сегодня 24 января, как вы видите, на улице тепло. Я легко одета, и, в принципе, кофту одела для того, чтобы скрыть наеденные за новогодние праздники бачка. А так бы была в одной кофте. То есть погода замечательная в любое время года. Говорят, что летом здесь слишком жарко. Все в мире относительно. Я жила некоторое время в Крыму. Лично для меня такая же погода, как и в Крыму здесь. Ничего такого нет. Если у вас есть дома кондиционер, то жара не будет вам надоедать никак. Так как здесь климат теплый и влажный, это может быть для кого-то трудностью, для кого-то плюсом. Потому что влажность все-таки в квартире не очень приятна. Но для этого есть осушители воздуха. Или, опять же, если вы пользуетесь кондиционером, то этой проблемы не будет. У нас летом за сутки, наверное, 5 литров воды собирает кондиционер. Но зато тепло и хорошо в любое время года. Дожди идут очень редко. Два дня подряд практически никогда не идут. Дождик немного пошел и потом перестал. Ливней здесь практически не бывает. В Таревьехе есть розовое озеро. Это чудо природы. Оно действительно розовое. Когда я впервые видела фотографии, я думала, что цвет немного приукрашен в фотошопе. Но нет, оно действительно розовое. Его насыщенность зависит от времени года, от ветра, еще некоторых факторов. Но в целом оно действительно розовое. Там проходят многие фотосессии. Вы можете посмотреть просто в гугле «Розовое озеро Таревьеха» и найти много фотографий или видео оттуда. И прелесть этого озера не только в его красоте или в удачном месте для фотосессии, но и в том, что это целебное озеро с целебными грязями. Сейчас там купаться запрещено. Но все равно некоторые это делают. По закону штраф 3000 евро, если вы будете плавать в этом озере. Плавать там невозможно, там по колено, но чисто полежать в соленой воде очень полезно для кожи. И обычно многие люди приезжали сюда, чтобы пройти две недели оздоровительного курса. Там же есть омолаживающие, оздоровительные, целительные грязи, которые очень активно намазывают на все участки тела туристы. И действительно, они помогают. Местные жители, некоторые берут оттуда соль, чтобы класть в ванну, некоторые пользуются глиной в косметических целях. В общем, озеро – это аналог Мертвого моря, но здесь, в Даревьехе. По целебным свойствам, я думаю, оно никак не уступает. Но посмотрим, что скажут наши власти. На сегодняшний день по закону там нельзя ни купаться, ни брать воду, ничего такого. 3000 штраф. Я оставлю ссылочку под видео, где вы узнаете об этом подробнее. Еще одним плюсом я бы назвала отсутствие конкуренции в любой нише. Неважно, кем вы работаете. Вы няня, преподаватель английского языка или испанского, или вы маркетолог, в Даревьехе практически нет конкуренции. Так как город совсем недавно начал развиваться и был непопулярен среди молодежи, среди активного населения, то здесь пока нет таких ценных кадров. Большинство профессионалов и людей с хорошей базой знаний отправились в Мандриль, Барселону и крупные города. На Даревьеху они не смотрели. И поэтому в Даревьехе услуги на очень низком уровне. И многие сферы бизнеса ждут того, когда придет человек-профессионал и займет свою нишу. Действительно, я не знаю ни одной ниши, где бы какая-то компания была стопроцентным лидером. Везде можно конкурировать. И это огромный плюс. Потому что в Барселоне, в Мандриде выйти и занять свое место под солнцем будет намного сложнее на самом деле. Выгодное расположение. До аэропорта всего 50 километров. Но помимо этого, также другие прелести есть. Даревьеха расположена в таком месте, куда ни поедь, везде ты найдешь красивый город в радиусе 100 километров. Здесь находятся Игода Лес, Бенедор, Маликанте, Картахена, Мурсия. Эти города радикально отличаются друг от друга. Каждый из них уникален. Приехав в Даревьеху, вы сможете путешествовать по этим городам и увидеть в Испанию во всей ее красоте. Экскурсии из Таревьехи по доступным ценам. По-моему, от 25 евро по всей Коста-Бланка. Вы сможете увидеть основные достопримечательности побережья всего за 25, по-моему, 25, может быть, 40 евро. Стоимость очень доступна для каждого. Также отсюда уходят экскурсионные автобусы в более далекие города. В Даревьехе славится именно пляжным отдыхом. И, конечно же, пляжи здесь на высоте. Это не Мальдивы. Не нужно себе создавать иллюзии. Да, это не Мальдивы, не Калифорния, не Гавайи. Но по ценовой категории пляжи приличные. Каждый из этих пляжев имеет высшую награду качества – голубой флаг. На пляжах есть спуск для инвалидов, есть медицинские центры, спасательные станции. Практически с каждым пляжем расположены бары, рестораны, какие-то развлечения. На пляжах вам не будет скучно ни вашим детям, ни взрослым. Потому что, особенно сейчас, с развитием города появляется все больше водных развлечений. Есть водные лыжи, парашюты, серфинг. То есть все, что есть в любом курортном городе. Даревьеха хороша для тех, кто не знает языка и не имеет большого бюджета для переезда в новую страну. Я рекомендую обратить внимание на этот город. Когда вы сюда приедете, вы сможете выучить испанский язык. Потому что пока вы будете учить, в любом случае вам нужно как-то коммуницировать с обществом, вам нужно обращаться в разные инстанции. И сделать в Таревьехе это намного проще, потому что здесь в каждом учреждении есть кто-то, кто говорит по-русски. Даже испанцы сейчас начали учить русский язык. Если в каких-то учреждениях нет русскоязычного персонала, вы можете попросить переводчика сопроводить вас. Обычно стоимость перевода 10 евро в час, что тоже вполне доступно. Давайте поговорим о минусах Таревьехи. Их здесь не меньше, чем плюсов. Начнем с самого главного, который вы никогда не пропустите. Это запах от фекалий наших друзей меньших. Все испанцы очень любят животных, но не все любят убирать за ними. Поэтому на тротуарах можно встретить коричневые сюрпризы, в которые легко можно вступить. Однажды была ситуация, я увидела, как мужчина не убрал за своей собакой испанец, и я ему сделала замечание. Говорю, почему вы не убираете, ведь мы вместе здесь живем, и хочется жить в чистом городе. Он сказал, я в отличие от иммигрантов, здесь проработал всю жизнь и плачу налоги, и пусть за мной убирают социальные службы. Понять, почему некоторые не убирают, я не знаю. Это был единственный пример, когда я спросила и получила такой ответ. Какие причины у других владельцев домашних животных, я не знаю. Но это большой-большой минус. Когда вы приезжаете, создается впечатление грязного города. Не во всех районах. Например, в нашем районе Агос, но Эвос я не вижу такого. Но если вы будете жить в центре, особенно чем ближе к морю, к центру Таревьехи, к пляжу Дель Кура, тем больше таких сюрпризов вы будете встречать на своем пути. Вообще, жизнь более комфортна, недвижимость более высокого качества подальше от центра Таревьехи. В центре сейчас немного совсем домов хорошего качества. Вот только появляются новостройки. Сейчас Алегрия строит новостройки в центре. До них я, может быть, всего пару домов видела приличного качества. Если вы хотите жить в комфортных условиях, я рекомендую посмотреть на Орио Элла Коста или какие-то прибрежные с Таревьехой районы. Даже та же Ламата лично мне нравится намного больше. Мы живем в районе Ламаты, и Агуас-Нуэвас он более чистый, мне так кажется. Второй большой минус – это, опять же таки, русскоязычное население. Это как минус, так и плюс. В чем минус? Сейчас это уже искореняется, но довольно длительное время здесь было такое кидание своих кидалово. Когда прописки предлагали делать по 150 евро, НИЕ, то есть номер иностранца, стоимость его 9,45, тоже 150-250 евро брали за эту услугу. Частные лица, даже не компании, то есть постоянно обманывали, говорили, что сами вы это никогда не сделаете, только через нас, только мы поможем. И брали с наивных, вновь приехавших мигрантов деньги со всего, с чего только можно. Здесь даже ходит, не знаю, как сейчас, но ходила такая практика, если кто-то ищет работу, и тебе говорят, ой, я знаю одного человека, которому ты, может быть, будешь интересен. Я продам этот номер телефона за 20 евро. Так делают некоторые ассоциации в нашем городе. Я тоже была участником такой ассоциации когда-то, когда я хотела повесить объявление на дверь ассоциации, где платное членство. Я просто, там были другие объявления, я не знала, что там это платное размещение, так как я не вижу смысла в ассоциации, если ты платишь за то, что ты рассказываешь о своих услугах. В общем, когда я хотела такое объявление повесить, мне директор этой ассоциации сказал, что я буду отдавать 20% с каждого заказа. Меня это очень удивило, потому что это не 20% с клиента, который даже обратился к ней, а просто с объявления, которое я повесила на двери ассоциации, куда я тоже оплатила членство и оплачивала там уроки, уроки испанского в то время. Такие люди, которые жили за счет предоставления таких услуг, сейчас потеряли львиную часть дохода, и они не очень рады тому, что формируются русскоязычные сообщества, которые помогают друг другу. Есть фейсбучные группы или группы ватсап, где люди делятся полезной информацией и бесплатно помогают друг другу. Но минусом можно назвать то, что вы вполне можете нарваться на тех людей, которые за услуги, которые стоят очень мало, вам продадут очень дорого. Поэтому я рекомендую обращаться либо в компании, где эта услуга будет предоставлена качественно и хорошо, либо же искать отзывы среди, к примеру, группы в фейсбук, та же наша Таревье Хайко. Еще минус какой? В плане работы довольно сложно найти сразу высокооплачиваемую работу. Зарплаты довольно низкие. Максимум, что есть по городу, ну не максимум, это среднем 1000 евро, 1200, 1500, это максимум. Все, дальше заработать больше намного сложнее. Вам нужно уже здесь креативить, что-то выдумывать. Но, в принципе, этих денег хватит здесь на довольно приличную жизнь. Еще минус. Я не писала текст, говорю то, что у меня в голове сразу, поэтому немного сбиваюсь. Какие минусы я для себя знаю? Это, опять же, та же недвижимость. Стены очень тонкие. Когда мы снимали квартиру, я слышала буквально, как чихает или чистит зубы мой сосед. Но иногда было что-то более интимное, побольше, чем чистит зубы. И все эти звуки слышатся постоянно. Особенно, если в квартире есть колодец. Колодец – это когда, например, окна вашей спальни выходят в такой, в колодец квадратный. И эхо стоит по всей квартире. Если кто-то что-то жарит, варит, все эти запахи тоже по этому стояку поднимаются к вам. В квартирах мне лично некомфортно. Почти во всех квартирах очень маленькие кухни. Приготовить что-то на этой кухне – это еще тот квест. У меня не влазят никогда ни мои кастрюли, ни мои все приборы. Кухни вообще очень маленькие. Как у нас в Хрущевках, наверное, и то меньше. Только в новостройках обычно сейчас начинают появляться нормальные кухни. В недвижимости в Торевьехе нет отопления. Несмотря на то, что зимой здесь тепло, в квартирах холодно, и люди часто выходят на улицу погреться на солнце. Поэтому, если на улице плюс 15, дома у вас может быть тоже примерно так же. И вы так замерзнете, что просто будете выходить греться. Греются здесь кто чем? Смотря чем вы греетесь, вы можете платить очень большие суммы за электроэнергию. Мы обогреваемся с помощью кондиционера. Он экономичный, на обогрев А+++, да, 3 плюса. И наши счета нас не пугают. Это 50-60 евро, хотя кондиционером мы пользуемся постоянно. Но те, кто пользуется масляными обогревателями, жалуются на то, что счета за электричество могут достигать 250-300 евро за квартиру. В доме еще больше. Но, опять же, здесь зависит от того, как мудро вы подошли к выбору своего тарифа. Вы всегда можете выбрать тот тариф электроэнергии, который поможет вам экономить. У нас ночной тариф, раньше был 8 часов тариф, то есть днем 4 часа, утром 4 часа и вечером 4 часа я выбирала со льготным периодом. Это можно выбрать и в эти часы наиболее активно и вы платите в 2 раза меньше, чем по обычному тарифу. Минус для молодежи. Здесь нет, как мне кажется, таких развитых центров развлекательных для молодежи. Есть несколько дискотек, одна считается на уровне в Элис, но я не знаю, как сравнить ее с мегаполисами, говорят, нормальная. Но на этом как бы и все, все развлечения заканчиваются. Есть еще один небольшой развлекательный центр, где есть боулинг, бильярд и развлечения для детей. То есть молодежи особо заняться здесь нечем. Для детей, для маленьких детей тоже мало мероприятий, каких-то развлекательных мероприятий, мало парков. Хотя парки есть, они зеленые, здесь есть лавочки, но здесь нет много качель, каких-то развлечений для детей. И мои знакомые, у которых маленькие дети, всегда жалуются о том, что с детьми некуда пойти, нечего делать. А в Валенсии, например, всегда большое разнообразие. Но летом в Таревеху приезжает большой развлекательный парк. Он находится в районе набережной пляжа Дель Кура. И там вы можете развлекаться. Это такой приезжий развлекательный центр. Один из минусов для меня это выбор ресторанов. Несмотря на то, что их здесь много, но большинство из них сделаны как под копирку. Нет ничего индивидуального. Кухня везде одинаковая. Те места, куда хочется вернуться, чтобы действительно съесть что-то необычное, что-то вкусное, я могу сосчитать на пальцах одной руки. И вообще с креативом в Таревехе плохо. Все компании развиваются по одному сценарию, пока еще не пришел тот момент, когда вот такая новая кровь пришла, какие-то движения активные начинаются, марафоны. Ну, что-то как-то скучновато здесь внутри в плане организации мероприятий. Следующий минус это репутация Таревехи. Многие привыкли думать, что это быдло-город. В свое время, в 90-е годы здесь было много бандитов. Говорят, не знаю, даже ходят слухи, что их сбрасывали прямо в море с обрыва и не было никаких следов. И еще сюда приезжало много строителей не самой высшей категории, а те, которые любили чисто заработать, выпить, побуянить, подраться и так далее. И уровень услуг был на соответствующем уровне. То есть, какие-то специалисты сюда не ехали и Таревеха сейчас составила себе впечатление как о городе низкокачественных сервисов, низкокачественных продуктов и так далее. Те, кто приезжает сюда в надежде увидеть весь этот ужас, разочаровываются, потому что это обычный нормальный город на самом деле. Да, эти минусы есть, но они встречаются так редко, что сейчас это скорее исключение, чем правило. Минус для молодежи в том, что здесь нет университетов, то есть, обучаться негде. Но я вот все собираюсь и разыскиваю, я точно знаю, что здесь есть филиал от университета Аликанте, где можно учиться на туристическом факультете. Где точно, спрашивайте в комментариях, возможно, это ускорит процесс, я жду ответ человека, который нам расскажет о своем опыте. У меня есть знакомая женщина, ее дочка учится в этом филиале в Таревьехе. Пляжи как плюс, так и минус. Вы знаете, что все они имеют награду голубого флага, но когда вы приезжаете сюда в августе, в июле, много людей, пляжи все-таки грязные. То есть, в воде может что-то валяться, если еще не успели коммунальную службу убрать, то пляж сложно назвать самым чистым. Но, опять же, это зависит от того, какой пляж вы выберете. Мы предпочитаем пляж Эль-Манкаю, это между Таревьеха и Гордо-Маром или вообще в Гордо-Маре. Это наши любимые пляжи, мы там отдыхаем. Если брать пляжи Таревьехи, то лично нам больше нравится пляж Ламата. Кстати, о Таревьехе, но это касается не только Таревьехи, а вообще, в принципе, Средиземноморского побережья. Здесь есть обратные течения. Будьте очень аккуратны. Каждый год в Таревьехе погибают люди. Они тонут. Русскоязычного населения тоже много. В прошлом году было несколько случаев. Это все очень печально, но об этом нужно знать, чтобы просто избежать таких случаев. Если вы попали в обратное течение, то есть вас затягивает в море, вы не можете выплыть. На самом деле это течение, оно очень узкое. Многие люди, они пугаются, когда попадают в это течение и начинают плыть к берегу, а их относит назад. Нужно плыть не к берегу, нужно плыть вбок, в сторону. И тогда вы быстро выплавите из этого течения и все будет в порядке. В прошлом году здесь погиб мужчина осталась на берегу, жена и двое детей. Еще один мужчина знает, это русскоязычные, которые были. Это все очень страшно. Пожалуйста, берегите себя и принимайте меры предосторожности. Как девочка не могу сказать о таком минусе, как выбор одежды. У нас есть два торговых центра больших, это Абонерос и Лазения. Ни в одном из этих центров часто нет ничего подходящего для какого-то случая и просто качественной одежды. Все чаще и чаще люди обращаются в ателье и шьют одежду на заказ. Несмотря на то, что в принципе Испания славится своим шопингом, огромными распродажами и скидками, качественной одежды найти сложно. Если ты приходишь в ту же Зару, ты смотришь, как торчат нитки оттуда. И не только в Заре, это и в Massimo Duty, во многих фирмах известных. Качество пошива мне кажется не на самом высшем уровне. И это большой минус для тех, кто хочет покупать здесь какую-то качественную одежду. В Таревьехе редко увидишь обычный частный дом, где нет соседей. В основном здесь дуплексы или бунгало, то есть ты делишь дом со своими соседями двумя или четырьмя. И вот какой-то приватности, такого чувства дома у меня это не вызывает. Тогда уж лучше для меня жить в квартире, чем в бунгало, где ты выходишь на балкон и здесь же притык с тобой стоит другой сосед. У тебя вроде бы ты живешь и в доме, не в квартире, но у тебя со всех сторон окружают окна, все на тебя смотрят и мне это не нравится. А отдельно стоящего дома в районе Таревьехи вообще редко встретишь. Это опять же нужно выезжать уже на Ореола Коста и другие регионы. И два минуса напоследок. Это парковки и пробки на дорогах. Когда вы едете по центральной трассе Н-332 в Лазиния, вы можете простоять летом в августе час, наверное, в пробке. Конечно, жители мекополиса привыкли к более крупным пробкам, но нам, жителям такого маленького городка, это не нравится. Это большая проблема. Власти Таревьехи собираются расширять эту дорогу уже много лет, но так ничего и не происходит. И проблема с парковкой. Припарковаться летом где-то это огромная проблема. В центре есть только одна парковка стоимость 2,50 в час, но она находится не так уж и удобно по отношению к достопримечательностям города. Если вы там поставите машину, то вам придется долго гулять, чтобы дойти до нужного места. И припарковаться в центре, если вы хотите в ресторан пойти или просто погулять по набережной, вам придется кружить и кружить. Поэтому, если вы будете покупать или снимать квартиру в Таревьехе и собираетесь здесь ездить на машине, обратите внимание, есть ли там парковка. Потому что это может испортить вам весь отдых, вы будете часами ездить и искать свободное местечко. Это все минусы и плюсы, которые пришли мне в голову в нашей беседе. Я не готовила речь, просто хотела рассказать вам от души свои мысли. Буду рада услышать ваше мнение о нашем городе, ваши плюсы и минусы. Пока не закончила, вспомнила один минус. Это воришки. Как в любом курортном городе, будьте аккуратны. Особенно крадут велосипеды и технику. Если у вас жилье на первом этаже, даже просто удочками вытаскивают кошельки, телефоны, планшеты и так далее. В машинах могут все вытянуть. Если вы где-то что-то не закрыли, с вами может произойти неприятный инцидент, вас могут ограбить. Со мной такого ни разу не было. Хотя я бросаю телефон и кошельки везде и со мной все хорошо. Но таких случаев я слышала много. Поэтому берегите себя, закрывайте на ночь окна, не кладите рядом с окнами ценные предметы и все у вас будет хорошо. Кстати, воришки обращают внимание особенно на тех, кто приезжает сюда на машинах с русскими номерами или другими, то есть не испанскими, на иностранцев. И они смотрят, где вы проживаете и уже более внимательны будут к вашему месту жительства и дождутся, пока вы уйдете, чтобы возможно взять то, что вы нехорошо спрятали. На этом все. Буду ждать ваше мнение о плюсах и минусах Таревьехи в комментариях. Давайте продолжим диалог и все-таки узнаем, чем хороший и плох наш город. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Спасибо!